Всем добрый вечер! Начинаем официальную часть. Я никуда не пропал. Понятное дело, мы крайний раз с вами встречались в августе, когда еще школы были открыты. Мы приняли решение проводить это в Ярополке. Один раз встречу провели, пришла только Александра. После этого начались какие-то точные встречи, когда звонили помощникам. Я приглашал людей, когда мне удобно и когда им удобно, и к себе в клуб. Там, получается, жители с Павшинской поймы пришли. Вот недавно тоже женщина приходила. Но часть жителей посоветовали мне провести еще раз в режиме онлайн. На самом деле, я просто за живое общение, но безопаснее самое главное, чтобы провести. Лучше оказаться дома. Тяжелая артиллерия в конце будет. Я бы хотел с Ольгой Комаровой познакомиться. Мне кажется, вы ко мне ни разу не приходили. Нет, я ни разу не приходила. Я жительница улицы Лесная. Дом 6. Значит, смотрите, работы все равно какие-то вели. И ведем до сих пор. По Лесной 6 и 7 я был до сих пор на тесной связи с Максимом. Мы приехали, сняли клип в марте. Добили, что приехала администрация. Мы тоже там были. Это было все в августе. План был один, по крайней мере, признать дома аварийными, чтобы вы могли войти в муниципальную программу. Значит, на данный момент, как получается, дома признать аварийными пока они не могут, с учетом того, что там произошла смена в администрации. Если они признают их, как мне сказали, то просто нет квартир, куда можно расселить. Я походил с вопросом к Шувалову. Квартир нет. Какой они предлагают, образно говоря, рассмотрение этого дела? Там есть земля, где должна была, должен быть построиться вот этот дом. Там сколько? Ну, он говорит, что сильно многоэтажку там нельзя ввести в эксплуатацию из-за определенных коммуникаций. А то, что дом, он должен был построен. Просто в свое время там, получается, зашел застройщик и уже успел продать 200 квартир, 200 договоров. Они обанкротились. Значит, администрация говорит следующим образом, что на данный момент они ждут, когда вот этот РУСФОНД какой-то погасит все эти задолженности, а это должно произойти вроде как в этом году, хотя остался месяц, я не знаю, то после этого они признают эту землю, по тому образом говоря, под строительство и начинают застраивать там дом с учетом расселения вот этих шестого и седьмого дома. Но в администрации тоже сейчас первоочередная задача там по расселению, как я услышал, это Первомайской, где вот Александр живет, и еще нескольких домов не моего округа. Потому что по Первомайской лед тронулся. Вот сегодня лед тронулся очень основательно. Может быть, вам это будет в помощь, если Илья Сергеевич поможет. Скажите, а что сегодня произошло? В пятницу мы вместе с Виталием, мы были в администрации на публичном слушании и обсуждении проектов бюджета на 21, 22, 23 год. Проект планирования бюджета Первомайку они внесли на 22 год. Слава богу, лед тронулся, они внесли. Не только вас, они внесли в тех, кто получается. 122 миллиона заложено, это на всех. Да, но опять же, там же есть субсидии из Московской области, и всего лишь 3-40% доплачивает бюджет Красногорска. Вот эти 30% это 122 миллиона. Они внесли в программу, и программа до конца 23-го года, как они заявили, будет реализована. Готовы помочь администрации нашего округа и предоставить для Первомайской 7, 11, 12 определенное количество жилого фонда в жилые комплексы Лесобережный и Митин-О-2. Но только на усмотрение самих жителей. То есть, что это значит? Люди должны определиться, если они готовы туда поехать, им предоставят там жилье. Сегодня из общения с людьми, ну, порядка уже, наверное, процентов 15, а это уже немало. Люди готовы поехать в один из предложенных вариантов. Попробуйте поговорить в администрации, на Лесной 6,7 крайне мало семей. Если кто-то из них захочет поехать в эти жилые комплексы, может быть, вы поспособствуете, и их тоже сюда включат. Я просто с ним встречался буквально на той неделе. Ну, да, на той неделе как раз был вариант такой, что предоставьте пока жилье, которое у вас есть, пускай не новое. Они сказали, что квартир нет. Но если уж такая вот ситуация, я от него узнаю. Мы, когда Шуваловым говорили, это был конец ноября, ну, середина ноября, с 15 по 20 декабря я к нему еще раз зайду, но там вопрос состоял только в том, чтобы мне сказали, на каком этапе идет погашение этим РУС-фондом задолженности перед вот этими 200 людьми, которые купили квартиры вот на земле, недалеко от вашего дома, от Лесной 6. Как только они там, соответственно, получается, гасят задолженности перед дольщиками, то они начинают уже выстраивать план действий, как там построить, чтобы переселить. А они предлагают рассмотреть тот вариант, чтобы вас переселить в этом же месте, в новый дом. Вот так. Тут, видите, сейчас Александра, получается, другой вариант предложила. Поэтому давайте вот так. Александра, вам спасибо. Всем здравствуйте. Значит, Анна, Мехик, Первомайская связь. У нас происходит 12 месяцев в отношении собственников и управляющих по оправе без предел. В этом не исполняется решение суда. Везде стоит надзорный орган доживей. Написаны коллективные, индивидуальные, куча жалоб, вплоть до Владимира Владимировича Путина. Мы получаем отписки везде, интерпретируем все эти медиа совершенно по-другому, как выгодно некой группе заинтересованных лиц. Мы просим вас сделать депутатский запрос от имени себя по исполнению решения судов. 12 месяцев не исполняется закон, не вносится в риетом законные кампы. Первый вопрос закончить через Виталика, соответственно. Напишите ему еще раз конкретно, что как. Мы все сделаем. ЖКХ онлайн провело фальсифицированное собрание собственников. На этих домах собственники написали заявление и в прокуратуру, и в ДЖИ, потому что они не участвовали, не представляли свои подписи. Между тем, прокуратура не видит возбуждения никаких оснований для возбуждения дела. У СССР они фальсифицировали с июля месяца. То есть вы понимаете, да, плюс в 6 месяцев это максимальный срок, когда мы можем оскориться. Контейнерная площадка на Советской 2. Илья Сергеевич, каждую ночь приезжают газели и скидывают крупногабаритный мусор. Нужно поставить камеру, чтобы штрафовать этих господ. На протяжении какого времени они приезжают? Весны. Это с пандемией, Илья Сергеевич. Посмотрим, что администрация скажет на этот пост. Может, они другой вариант предложат. Госпродсервис, Илья Сергеевич, появляется после 30-й заявки в доброделец. Один раз чуть-чуть подбирает мусор. А это даже не снег, сейчас уже снежный сезон. И все. Но деньги госпродсервиса, подрядчику, который отслуживает территорию, платят исправно. Это нужен контакт, кому можно конкретно давать заявки. Потому что добродел банит. Вы сами знаете, они после 10-й заявки банят. Пятый вопрос. Илья Сергеевич, очень плохо дело обстоит, несмотря на то, что нам вещают официальные источники, со средствами для дезинфекции в школе номер один. Каким-то образом все-таки обеспечить школу номер один и все остальные, если вы общаетесь с депутатами, чтобы они узнавали реальную ситуацию. Нету этих средств, о которых заявлено в школе номер один. Три лампы всего, которые дезинфекцируют воздух. Соответственно, тряпки и прочее. Этого тоже нет, Илья Сергеевич. Я записываю. Подключитесь. Там 21 учитель заболел. Один учитель умер. Я знаю. Я знаю. На сайте КЭС нашего великолепного банкрота и предыдущего поставщика электричества появился адресный список по квартирной с долгами опять Илья Сергеевич. Но конкретно за мой дом, говорю, вот если взять тот перечень, из них 80% это нереальный долг, Илья Сергеевич. Соответственно, то есть история с КЭС, вот так, которая начиналась весной, она не закончена. Значит, в последние три недели ходят люди в форме маэско. И предлагают, в основном это взрослое поколение, бабули, дедули, значит, первое, проверить счетчики, заменить какие-то, какое-то оборудование. Бабуль, дедули ведутся, платят деньги. Хотя все поверки, вы знаете, до конца года запрещены из-за пандемии. То есть, во-первых, наверное, надо информационно оповестить народ, именно взрослое поколение. А то вот на моем доме конкретно два случая, где бабушек обманули, они заплатили здесь. Неменькие люди приходят под видом теплосети, под видом маэско, под видом розетей, там розничного этого бренда, под видом газовщиков. Заходят к людям в квартиры и говорят о том, что мы хотим узнать, как у вас с теплом, как у вас там с газом, как у вас там с электричным. Вот, мы все проверили, подпишитесь. А потом у нас вылетают протоколы, величины, подписанные собственными. Вчера на Советской 2 приходил сотрудник ОБЭПа бывшего, который при возбужденном, как он утверждал, уголовном деле, ходил и у людей спрашивал, кому они плачут. У бабушек он вчера учил на Советской 2, чтобы они написали, он написал им, он сам своей рукой писал, значит, о том, что они будут потерпевшей стороной, потому что они деньги платили в ДЭС. Депутатские запросы я не писал, но я с Шуваловым разговаривал неделю назад. Они сказали, что пришло заключение в администрацию, что возле дома салют они согласованы со всеми. Они сказали, что там все законно. Но это пришел ответ в администрацию, а получается вот охранно-памятниками занимаются. Я в октябре месяце подавала официальную заявку в администрацию для того, чтобы они внесли изменения в проект Организации Безопасности Дорожного Движения. 2 ноября я получила официальный ответ о том, что вопрос изменения Организации Дорожного Движения будет рассмотрен на ближайшем заседании Комиссии по безопасности Дорожного Движения. Прошел месяц, я не получаю ответа. Я хочу получить ответ, было ли заседание. То есть тоже сделайте, пожалуйста, запрос. Было ли такое заседание? Если было, рассматривался протокол ли вопрос моего обращения, потому что оно было официальным, и я получила официальный ответ. Александр, я прошу прощения, вы в тот раз тогда задавали этот вопрос, но я тогда занимался вашим вопросом по поводу встречи с Магомедовым, и помните, я там некоторые вещи какие-то ответил, и, к сожалению, вот этот момент упустил. Вы тогда мне еще говорили по поводу этого. Давайте, я не буду сначала делать депутатский запрос, я сначала просто так переговорю с Владимирским, как ситуация обстоит, что он мне скажет. Может, без депутатского запроса там все получится сделать. Здравствуйте, хотела то же самое сказать по дорогам. Да, это ужасно, что у нас здесь творится, мы постоянно пишем, звоним, ругаемся. Нам поделили эту дорогу на три части, это просто невозможно уже. У нас в подъезде творится это что-то ужасное. У нас и бумажки, и бутылки, и что тут только нет. А кто у вас убирается из управляющей компании? Онлайн поставили нам, которая месяц у нас не убиралась, но отчеты они мне шлют на электронную почту, что они каждый раз ходят и убираются, а этого нет. И по вот этому новому дому, который у нас, угол рухнул, тут был ветер. Смотрю, опять утром шла с ребенком, летело все, пенопласт вот этот белый, который полетел весь сюда на дорогу, смотрю, валяются кирпичи, когда-то что-то вообще сделают они нам или нет. Опасно ходить реально в школу. Понял, все. Записал? Да. Анна сейчас выступала по поводу КЭС, говорила, что долги начисляют. У Майковки у нас тоже висит долг. Мама ходила, разбиралась, уточняла весь этот вопрос. В общем, писала заявление, ей сказали, да-да-да, все хорошо. Мы сейчас это все уберем, у вас никаких задолженностей не существует. Вот буквально два дня назад оплачивала я квитанцию, там висит все те же самые минус 6 тысяч. Вы знаете, я вот сейчас, когда вот как раз от вас поступает ситуация, я думаю, что я постараюсь, вот когда мы через две недели будем онлайн проводить встречу, чтобы представитель, ну, серьезного ранга от КЭСа, как он тогда присутствовал на нашей встрече, отвечал на какие-то вопросы, непосредственно, чтобы он тоже подключился к нам и смог ответить на некоторые вопросы. А мы в свою очередь узнаем вообще, почему так происходит. И через Мособл ЕРЦ нас деньги пытаются взять. А с другой стороны, за то же самое с ДЭЗом судятся за те же самые деньги. Получается, они в два раза нас берут деньги через ДЭЗ и через Мособл ЕРЦ. Вот можете повлиять, чтобы они нормально, по правилам, как по закону положено, расторгали договор? То есть они бы... Русский оператор, правильно? Да. Что пускай они уведомят, как положено, там за месяц ДЭЗ, что они с ними расторгают договор. И жители уведомят о том, что они будут принимать договора. У меня один из помощников общается, как раз по мусорам. Он, в принципе, у нас в команде такой имеет опыт. Я у него задачу поставлю, и сам тоже на следующей неделе узнаю. Потому что нам сколько раз обращалось по мусору, когда мы делали, вот той весной, ой, осенью, приходилось звонить через третьи, четвертые руки, все друг друга посылали, как правило, но в конце концов там пятый или шестой абонент отвечал, и все это вывозилось. Ну вот ориентировочно где-то с 15 по 17 декабря в режим онлайн я еще раз выйду. Записано всего многого. Вот сейчас тоже какие-то команды там раздам, чтобы ребята тоже начали заниматься. Ладно, коллеги, спасибо большое за внимание. Мои помощников телефона, знаете, на следующей неделе будет какая-то первичная информация. А так с вами связываемся 15-18 декабря. За полтора суток я выложу объявление. Хорошо? Да, спасибо. Я все вопросы отработаю. Так, ребята, на связи. Мои помощники. Все, чат у нас сейчас оживет. Давайте. Спасибо. До свидания.